здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала деревья и растения с необычной формой кроны всегда привлекают внимание плакучие формы кроны какие-то стрижные топиарные или естественно красивые например шарики там другая какая-то форма естественно они сразу придают саду такой ухоженный какой-то вид аккуратный я даже сказала бы солидный вид значит если говорить о формах не плакучих а красивых стриженных стриженных и естественных а кстати они делятся на естественная форма которые не надо стричь просто стрижкой нужно поддерживать аккуратную форму и искусственное которое нужно стричь искусственность решка вот несколько примеров таких вот естественная форма кроны сосна на штамбике вот какая красавица ель на коротеньком штамбе кстати этой еле более 15 лет еще две ели на коротеньком штамбе шарики покупались в садовых центрах без названий поэтому вот к сожалению очень симпатичная это другая форма естественная форма кроны конусом это ель коника вот такая красотка в виде конуса это совершенно другая форма в виде подушки поэтому так и называется ель подушковидная сорт называется не деформис ну у всех войны я уже сказала постричь бы мне надо к сожалению не успеваю не деформис это сам шит это одно из самых чудных растений на участке вот для стрижки для бонсая для создания самых удивительных форм можно просто стрижкой творить чудеса с этим растением сам шит но я банально стригу вот его форме шара а подрастает еще несколько растений из которых попытаюсь что-нибудь створить другое это его цельнолистная это сорт хакуро нишеки вот такой красавец на штамбе причем дорогие садоводы совсем не обязательно покупать дорогое растение я вот из такого черенка из такого крохотного черенка вырастила сначала штамб а потом сформировала крону это хакуро нишеки это сорт фламинго посмотрите сколько розового цвета у этого фламинго фламинго этот я формирую не на штамбе а в такой кустовидной форме шариком это стриженная очень аккуратно и очень красиво этой собственной руками можно сделать без проблем такую красоту стриженую это туя западная сорт смарагд я покупала было три шарика а дальше уже сформировала вот 4 и перспективе планирую еще пятый шарик опять же постричь надо ближайшее время вот перед вами спирея японская сорт gold fame у него верхние листочки на верхушке побегов ярко-красная но такой эффект сохраняется не весь сезон его весна начало лета я стригу их стригу очень часто раз в месяц а в первой половине сезона даже чаще раз в две недели тогда получается плотный красивый шарик и листья всегда ярко-красная но в этом случае жертвуешь цветением цвести не будет это растение но зато красивый стриженный красивый да еще при даче с яркой листвой поэтому выбираете вам вариант больше нравится цветущий но с менее яркими листьями или вот такой яркий но в этом году весна дождливая не дает ничего делать том числе и стричь но в этом сюжете речь пойдет более подробно о деревьях и растениях с плакучей формой кроны такие деревья все чаще украшают нас наши сады и они привносят в наши сады какую-то аккуратность сказочность я даже сказал таинственность некоторые растения из них чем хороши эти плакучие формы особенно для садов если вы хотите скажем какие-то растения зафиксировать на определенной высоте по мне надо чтобы росло выше это растение на штамбах как раз они не растут выше то есть высота растения всегда равна высоте штамба ну некоторые форм совсем незначительные добавки есть зимой очень красиво смотрится плакучие формы и честно говоря знаете мне некоторые из моих плакучих растений нравится больше зимой когда хорошо видна структура растения самого дерева или куста когда шапочка снега когда и ней ну конечно не менее красивые они и летом точно так же как среди обычных деревьев с обычными кронами среди плакучих есть тоже очень много форм очень много сортов видов и вы можете без проблем подобрать свой сад именно то что вам надо можно подобрать для любой планировки для любого стиля ландшафтного дизайна у меня не очень много оплакучих растений в саду и знаете я считаю что даже одну правильно подобранное она способна привнести в ваш сад изюминку какую-то и сделать его более интересным скажем так это перед вами листвення лиственница европейская пендула на штамбе лиственница я считаю на штамбе само совершенство когда она во всей красе то это огромный широкий такой полный сток сена ветви спускаются до земли и могут даже стелиться по земле очень красивое зрелище кроме того лиственница неоспоримое просто преимущество перед очень многими плакучими растениями это очень быстрый рост это неприхотливость уходе и и долговечность формировать можно ее по своему усмотрению если хотите вот как я сказала стажок сена мне именно она нравится больше в такой форме до самой земли можно в виде зонтика различной длины а можно вообще сформировать очень интересные какие-то бонсайные формы этой лиственницы восемь лет и год назад я провела омолаживающую обрезку у нас на канале есть видео об этом ссылка будет внизу посмотрите кому интересно и вот посмотрите после этой обрезки это год назад какая пышная шевелюра чудо просто веточки молодые здоровые листочки здоровые конечно после того как опадут эти листочки иголки осенью когда будет хорошо видна структура кроны я проведу обрезку прореживающую и формирующую это тоже лиственница но листница лиственница кемпфера это родственница европейской той лиственницы но у нее более красивая хвоя она голубоватая она мягкая она пушистая то есть в целом это растение смотрится симпатичнее чем европейской и здесь я ее формирую если там каскадом до земли то в этом месте я считаю более уместно извините за тавтологию вот такая форма в виде зонтика невысокий зонтик она очень красиво смотрится кстати считается это растение менее зимостойкое и рекомендуют даже укрывать я ни разу не укрывала вот была суровая зима посмотрите как великолепно выглядит никаких намеков на подмерзание собираетесь покупать какое-то растение с плакучей формой на штамме знайте что у такого растения самая уязвимая часть это место прививки и именно это место нужно обязательно утеплять если вы не хотите все растение утеплять рекомендуют некоторые так то хотя бы место прививки вот в этом месте вот я не тканый материал утра сил спонбонд режу на такие длинные полоски шириной сантиметров 5 примерно и вот это место прививки там же вот несколько веточек я вот так вот заматывая обматываю повторяя несколько раз в нескольких местах и таким образом утепляя место прививки если растение очень теплолюбивая то такую процедуру надо повторять и не один-два года не одну-две зимы а больше ну честно говоря я свои все сколько вот покупала всегда только только лишь первые два года а вот лиственницу европейскую я вам показывала я не укрывала не заматывала ни один год прекрасно себя чувствует дорогие садоводы уважаемые если хотите посетителей своего сада удивить растением с какой-то диковинной формой кроны посадите у себя можжевельник хорсман не прогадаете результат превзойдет все ожидания это очень интересное экзотичное растение с возрастом это молоденькая всего лишь четвертый сезон она у меня а с возрастом она приобретает крона приобретает форму даже не человека какого-то 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 сказочного существа и еще дорогие садоводы покупайте это растение не на таком штамбе как я на более высоком в этом случае у вас будет возможность больше возможности скажем так сформировать очень красивую еще более эффектную крону чем на коротком штамбе поскольку это растение очень интересное это экзот среди хвойных растений это он стал на вашем участке может стать звездой настоящей изюминкой такой сада поэтому высаживать его нужно на каком-то видном месте но кстати совет вот это будет интересно вот такое существо нельзя сажать где-нибудь близко к детской площадке колючий он поэтому где-то в других местах его высаживает в японских садиках скажем там в ракаре где-то рекомендуют после посадки пару лет первых вообще утеплять не только зону прививки она находится естественно вот здесь а утеплять все растения я вам скажу что я не утепляла я просто два года первых две зимы укутывала место прививки не утепляла и эта зима была очень суровая посмотрите хорошо перезимовала какая-то рыжеватость легкая есть вот на ветвях но нормально перезимовала растение неприхотливое живет долго наверное вот даже говорят до 150 лет на одном месте будет радовать своей красотой это растение самое трудное в уходе за ним это да не то что не тоже даже трудно я бы сказал ответственный момент это правильно сформировать изначально крону чтобы она была такая вот как я сказала необыкновенная вот посмотрите сейчас на нее уже красивое дерево уже можно так оставить самое простое это вот так вот приподнять все веточки вот приподнять поставить на опору и все остальные вот так вот да и на опоре зафиксировать и будет это через пару лет вот такая широкая красивая крона но можно сделать значительно интересней вот посмотрите что я собираюсь сделать только вот каждый год все собираюсь но не хочу чтобы вот эти вот которых я буду рассказывать сейчас костыли портили картину только лишь поэтому но я обязательно сделаю смотрите вот так вот красиво я уже сказал необычно но если мы берем вот так вот ветку видите и ну например вот так и и сгибаем вот так и сгибаем ветку можно в той плоскости в другой вот так вот зафиксировали поставили здесь ну например арматуру тоненькую колышек какой-то за пару лет это привыкает вот к такой позиции эта ветка и видите уже как изменяется форма крона кроны а эту ветку например эту так а эту ветку например вот так мы навстречу или сюда вперед если хотите чтобы она потом вот здесь был объем больше или наоборот в ту сторону вот так вот чтобы развести их не в одной плоскости были то есть можно вот эти третью ветку приподнять еще как-нибудь и вот тогда получается очень интересная крона еще раз говорю если поставить опору на высокой купить этот хорсман на высоком штамбе то будет еще более эффектно это растение посадите не пожалеете это ель обыкновенная сорт фробург она еще малышка третий год у меня третий сезон всего лишь растет она интересна тем что с возрастом ветки спускается к земле а дальше начинают ползти по земле по камням образуется такой своеобразный шлейф или можно сказать такая пышная юбка вот и смотрится это растение просто необыкновенно опять же можно как я рассказывала с хорсманом но сейчас я уже опасно это уже третий сезон надо было раньше значит вот эту центральную ветку поднимаете вверх а если у вас на более высоком штамбе и возраст вы купили немножко постарше то ветка это длиннее поднимаете фиксируете ее прямо на пару лет и позволяете потом ей каскадом спускаться вниз представляете какая-то будет такая высокая длинноногая краса красотка то есть можно сделать так что плохо что приросты у нее очень короткие вот в этот сезон очень много влаги поэтому даже сантиметра наверно 7-8 длина прироста в некоторых вот меньше пяти приросты 5 сантиметров максимум 10 поэтому дорогие друзья не дожидаться вот этого шлейфа который будет по моим камням стелиться придется еще долго еще одна такая особенность у ели фрокбург она не выносит загазованности и запыленности поэтому поэтому если ваш участок располагается на границе мегаполиса или скажем промышленный объект какой-то крупный рядом или дорога такая шумная тот конечно эту ель высаживать в таких местах не стоит вот посмотрите какие у нее сногсшибательные шишки причем две недели целых две недели цвет этих шишек был полностью вот такой вот вот такой вот пурпурный потом шишечки постепенно зеленеют и потом становится коричневым что еще хорошо у хвойных растений что весной вот они смотрятся необыкновенно красиво за счет того что нарастает молодая хвоя то есть молодые приросты и у молодых приростов всегда цвет другой чем у старых вот здесь вот в этом случае посмотрите просто светло-зеленый очень красиво вот другом месте голубая ель глаука глобоза вот у них какие красивые голубые приросты очень красиво это ель относится тоже голубым это польский сорт белобог вот такой почти белые практически сейчас они уже начали зеленеть а так они такого молочного цвета приросты и смотрится конечно очень красиво во время роста весной все хвойные растения смотрятся весной красиво это акация карагана сорт уолкер собственно говоря это карагана это растение с такими стелющимися по земле тонкими ветвями но вот ее прививают на штамм акации обыкновенной посмотрите получается вот такое красивое чудо на штамбе плакучая форма кстати из всех растений с плакучей формы кроны но не могу сказать что самое но одно из самых самых неприхотливых растений это карагана уолкер я специально посадила к водоему на низеньком штамбе на невысоком чтобы водоем не казался еще меньшего размера если посадить высокие цветет симпатичными такими цветочками желтыми еще посмотрите в верхнюю часть этого растения оголенную многие садоводы специально обрезают все листочки все мелкие веточки в верхней части чтобы оголить ее и показать вот эту вот красоту веточек у меня когда я купила была такая естественная лысоватость верхней части кроны поэтому когда поскольку она низенького роста мы смотрим сверху и вся эта витиеватость веток вот она прекрасно видна карагана очень неприхотливое растение и к почвенным условиям неприхотлива и зимостойко и засухоустойчиво и в тени может расти нет полу тени может расти но лучше все-таки на солнце то есть она очень неприхотливое растение карагана это ива на штамбе пендула сорт килмарнок очень выносливое растение красивое прекрасно смотрится на берегу водоема и собственно это самое лучшее место и и куда ее можно пристроить это к берегу водоема и она она создает какое-то такое ощущение печали грусти когда она находится на берегу водоема кстати вообще все плакучие формы считается что они в саду в саду как бы преподносит ощущение такое человека грустной печали светлой печали вернее светлой печали честно говоря у меня такого такой ассоциации нет а вот я когда формировала эту и у сейчас это зонтик а я формировала ее каскадом до земли и вот тогда ветки спускались прямо в воду я их обрезала регулярно раз две недели они так все спускались в воду вот тогда ощущение действительно какое-то ощущение такое как аленушка водоема ощущение светлой печали а формировать эту и вуки килмарнок можно и зонтиком вот как она у меня сейчас я ее формирую то так то так вот какой вот зонтик получается сногсшибательный с возрастом зимостойко устойчиво к редителям болезням почвам не требовательно но желательно чтобы почва была умеренно влажная всегда она не любит сухих почв это вяз шершавый на штамбе сорт кампердоуни ему тоже четвертый год этому растению он и сейчас всего лишь четвертый год выглядит шикарно а со временем это будет огромный широкий очень красивый шатер цветет скромненько вот так что его показывала килмарнок она цветет очень красиво пушистиками желтеньким а вот и скромные цветочки и потом вот семянки вот они не очень симпатичные появляются на месте цветков вот они эти семянки оценится все-таки этот вяз за красоту листьев в идеальных условиях но форм это разная его размер листа достигает 20 сантиметров то есть очень крупный и лист и размещение листа в кроне такое черепитчатое поэтому получается вот сейчас вот сейчас и молодой и он красивый уже видно что это красивый шалашик такой а с возрастом это будет огромный широкий мощный такой шалаш и кстати это растение именно это чаще всего размещают где-нибудь где около детской площадки потому что там с удовольствием потом со временем это огромный шалаш с удовольствием будет играться дети растение легкое в уходе неприхотливо но есть одно но у вяза может появиться очень опасная болезнь она называется голландская болезнь ильмовых переносчик этой болезни жук-долгоносик из семейства короедов ильмовый заболонник так называемый вот он переносит эту болезнь и если вы видите что начинают увядать отдельные веточки высыхать все дела плохие ну попробовать вырезать их и сжечь но скорее всего такое растение уже спасти не удастся вот нас пока бог миловал нужно постоянно проводить профилактику еще вот такого чуда у нас это впервые вот это галлы эти наросты галлы это не болезнь здесь могут быть может поработали вредители это насекомые на вязи паразитирует сразу несколько видов тли это может быть тля и это может быть клещ представьте себе растению четвертый год мы каждый год обрабатывали один единственный раз весной фофаноном такой проблемы не было были просто я даже вот присматривалась единичные точки были на растении все в этом году обработали очень сложной смесью баковой в том числе хороший системный препарат актара обработали не помогло оказывается значит актара она может насекомых уничтожать тлю да а клеща нет вот поэтому нужно обработать вот раньше фононом обрабатывали надо так и продолжать либо какой-то выбрать акарицид это я вот может информация пригодится тем у кого есть вязь шершавый уважаемые садоводы если на вашем участке растет растут хотя бы некоторые декоративные растения это уже хорошо а вот растение с плакучей формы и кроны какие-то это без проигрышный вариант пусть ваши сады будут дорогие садоводы красивыми и у вас всегда будет хорошее настроение